Мы сейчас находимся на Всероссийском фестивале День науки. Он проходит в данный момент и уже в течение нескольких дней по всей России рядом мероприятий. Каждый город, каждый регион придумывает свои площадки, которые должны подчеркнуть потенциал, привлечь людей, детей к научному направлению деятельности. Алтайский край специализируется в этом году, насколько я знаю, на космонавтике. Это связано в первую очередь с тем, что у нас есть и космические объекты, и наш космонавт известный Титов родился и часто бывал на Алтайском крае. Алтайский краевой институт в этот день представил две программы. Первая программа была реализована в первой половине дня в рамках выставки, которая была организована в концертном зале «Сибирь». Там были представлены все ведущие организации, работающие в образовании Алтайского края, которые показали наиболее интересные стенды и образцы своей деятельности. Институт представил там стенд, посвященный робототехнике со специализацией космической робототехникой, моделей, которые демонстрируют, чем можно заниматься на наших курсах повышения квалификации и что можно потом перенести на учебную деятельность своей школы. Отзывы детей и мое личное впечатление говорит о том, что мероприятие достигло своего результата. И оно не какое-то формальное, а это глаза светящиеся детей, их реплики достаточно богожевательные и добрые. Они обещали вернуться, как в каком-то мультфильме сказал герой. Я считаю, что мы должны их ждать, потому что Институт повышения квалификации, который работает с детьми, демонстрирует, что он способен что-то рассказать. И, соответственно, и учителя будут лишний раз теперь к нам обращаться за советом, что же, собственно, такое мы делали, что дети о нас рассказывают. Поэтому мы сделали мероприятие, которое было интересно. И самое главное, что я понял, что оно интересно и нам самим. Я пришла на День науки, чтобы узнать что-то новое. Ну и, собственно, повеселиться, потому что это все очень интересно. Мы пришли с классом, своей группой. Вот. И я думаю, каждый здесь найдет для себя что-то интересное. Потому что, например, можно лопнуть шар, ну, точнее, проткнуть его спицей и не лопнуть. Это очень интересно. Сначала я боялась, но это стоит того, чтобы прийти. Вот. Вот. И даже я не подумала бы, что можно просто из листиков бумаги и скотча с какими-то обложками для тетради сделать такую занятную вещь, которой можно увлекаться, сделать 3D-очки. Это круто. Нам тоже было интересно сделать такую географическую пирамидку. Посмотрели, нам очень понравилось. Интересно было и малышам. Да, очень много интересных вариантов. То, что уже собирали, то, что уже не собирали. В любом случае, это интересно, понравилось. Мы были еще на другой выставке только что. Там были роботы, что тоже понравилось. Всякие разные варианты. И поездили, и пособирали, и посмотрели. Это у меня. Я иду в театре, чтобы вы спорите. А у тебя что? А у меня небесное царство, на котором мы с Милой живем. Где Бог живет. Там камешки надо обыграть мудреца. А у мудреца 20 камней. Надо брать от 1 до 3. Ну, чтобы в конце ракушка досталась мудрецу. Тогда ты выиграл. Обыграла? Да. Я обыграла его. Молодец. Мне магнитики очень понравились. И шарик мы прокалывали. Тоже было интересно. На подобных площадках не была. Ну, понравилось. Интересно, как бы форма. Ну, не каждый день такое. Здесь нас встретишь. Очень понравилось. Понравились игры. Вот. Получила магнитик. Вообще очень здорово. И развиваешься. Все равно. Интересные формы. То есть в школе такого нет. Действительно. Логика-то развивается. А вы в таком направлении. То есть все равно в игровой форме это намного интереснее. Где нужно по алгоритму действовать. Понравилось. Понравилось играть мудреца. Где нужно было то же сообразить по ходам, получается. И выбрать. Выграть, в общем, обыграть соперника. Но по определенному принципу. Если догадаешься, какой принцип, тогда ты будешь выигрывать постоянно. Да, вот как раз игра мудреца очень понравилась. Буду теперь практиковать обыгрывать всех. Ну да, интересно. Довольно-таки. Все так научно. Мастер-классы. Мастер-классы мы, сколько, четыре мы прошли, успели. Еще он на пятый сел. Все интересные. Все хочут попробовать. По второму кругу идем на некоторые. Нам роботы понравились. Потом подготовка космонавтов нам понравилась. Просто какие-то даже вот выводы полезные для себя. Конструктор с горошинами. То есть совершенно из ничего очень интересно можно сделать. И игру я вот приглядела. Тоже думаю, наверное, надо посмотреть и купить такую. Я думаю, что мы должны организовать его в самое ближайшее время продолжения. И чтобы, ну что ли, показать, насколько я верю, что и такое будет, своим детишкам я пообещал, что это будет в ближайшие несколько месяцев. Я сказал, что или в декабрь под Новый год, или в февраль под праздники, которые там будут. Не знаю, насколько мы сможем выполнить обещания. Но главное, чтобы сегодня они чувствовали, что есть впереди какая-то перспектива.